Пушистая красавица Причем ели не вырубались хищнически, как это часто происходит сейчас, а доставлялись исключительно из казенных лесничеств 28 декабря 1911 года одна из местных газет проникновенно писала «Елки привозят домой и начинают украшать безделушками и разноцветными огнями. Сколько милых воспоминаний навевают они, когда зажигают на елке огни, невольно хочется мечтать о чем-то далеком-далеком или о звоне серебряных колокольчиков среди глубоких снегов». Елки пышно украшали серебристой ватой, картонными, деревянными игрушками, фруктами, конфетами, например, карамелью гусиной лапки от самарских кондитеров Косолапова и Решетникова. Более состоятельные самарцы могли позволить себе нарядить елку фарфоровыми игрушками и электрической гирляндой. Когда деньги есть, как-то легче согласиться, что не в них счастье. Актуальное наблюдение, особенно в преддверии Нового года, не только календарный год завершается, но и финансовый. И тут уместно будет вспомнить, что 29 декабря 1768 года Екатерина II подписала указ о введении в Россию бумажных денежных знаков. Их ввели в обращение в обмен на часть монет из меди. Новинку народ встретил с большим недоверием. Как это отдавать товар за бумажки? Помог удачный, как сказали бы сейчас, пиар-ход. Портрет Екатерины II разместили на самой крупной, сотенной ассигнации. Купюра, прозванная Катеринкой, вызывала должное уважение. 29 декабря 1901 года министр финансов Сергей Витта утвердил устав Самарского коммерческого училища. Купцы ратовали за его открытие еще в конце 19 века. Но тогда их ходатайство не нашло понимания в столице. И вот спустя год, в 1902, коммерческое училище приступило к работе. Первым директором нового учебного заведения стал Аркадий Соколов. Его пригласили из старейшего в стране Петербургского коммерческого училища, где он проработал преподавателем 12 лет. Создание коммерческого училища местные газеты назвали прогрессивным шагом. Губернские ведомости писали, «Самарское купечество не представляет, вопреки всему, неподвижного темного царства, что есть в нем сознание необходимости общественного воспитания, образования и развития вне старых, изношенных рамок». День 29 декабря порадовал куйбышевцев новостройками. В 1969 году приняли в эксплуатацию здание Дворца культуры «Звезда» и первую очередь трамвайного депо в 10 микрорайоне. В 1971 сдали областную станцию переливания крови из здания поликлиники номер 6 на проспекте Кирова, а в 1984 году конюшню и ипподром. Через два дня Новый год на небе правит созвездие Козерога. И в этот самый день на свет появились шестая императрица Всероссийска Елизавета Петровна, пародист Михаил Грушевский, художественный руководитель Театра Луны Сергей Проханов. В 29 декабря 1882 года в небольшом уездном городке Самарской губернии в доме купца Ритюнского родился будущий автор «Золотого ключика» детства Никиты, Петра I, Алексей Толстой. В один день с известным писателем на свет появился инженер-архитектор Игнатий Балинский. Благодаря его усилиям через реку Самара на Самаро-Золотоустовской железной дороге был сооружен мост. Министр юстиции Дмитрий Дашков родился тоже 29 декабря. В 1830-е годы он был владельцем села Царевщина. При нем там построили каменную церковь Рождества Христова, памятник классицизма. 29 декабря день Ангелову Николая, Семена, Софьи и Марины. В народном календаре 29 декабря день Агея. Агей подсказывал, каким будет Рождество. Если 29 декабря деревья осеребрились инем, то Рождество будет теплым. Если в этот день утром стоит сильный мороз, то будет холодно до самого крещения. Потому и говорили – холодный Агей к лютой зиме. И это все события, которые вошли сегодня в календарь. Продолжим завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова